Цыгломенская библиотека номер 16 представляет Папин день календаря В России, начиная с 2021 года, отмечается важный семейный праздник – День Отца, официально установленный указом президента Российской Федерации в целях укрепления Института Семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. Дата его празднования – 3 воскресенье октября. До этого времени свой официальный день был только у российских мам. Он отмечается в последнее воскресенье ноября, начиная с 1998 года. А вот День Отца до 2021 года не имел официального статуса, хотя инициативы об учреждении такого праздника звучали не раз. К тому же в ряде российских регионов День Отца отмечали на местном уровне уже несколько лет. Например, в Волгоградской области его праздновали 1 ноября, в Архангельской – в 3 воскресенье ноября, в Вологодской – во 2 воскресенье декабря, в Липецкой – в феврале. В рамках празднования проводились различные семейные фестивали, традиционные конкурсы отцовского мастерства и награждения отцов, которые достойно воспитывают детей. Так, в Липецкой области в рамках празднования Дня Отца вручается почетный знак за верность отцовскому долгу. Поэтому представители общественности и политики не раз выступали с инициативой установить День Отца на официальном уровне. Вновь этот вопрос летом 2018 года подняла глава Комитета Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, которая внесла в Госдуму проект закона, предлагающего установить праздник День Отца и отмечать его в последнюю субботу октября. Однако он был отклонен. К идее вернулись весной 2021 года, когда на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о деятельности Совета Отцов и о традициях празднования Дня Отцов в регионах России. В итоге Минтрут России вынес на общественное обсуждение предложение отмечать День Отца, поддержанный президентом страны, который подписал соответствующий указ об установлении праздника. Таким образом, несправедливость была устранена, и праздник, посвященный отцам, получил официальный общероссийский статус наравне с другими семейными праздниками Днем Матери, Днем Защиты Детей и Днем Семьи, Любви и Верности. Такой шаг, по мнению законотворцев, восполнит недостаток внимания к теме отцовства, подчеркнет роль мужчин в воспитании детей, будет способствовать сохранению традиционных семейных ценностей и подчеркнет важный момент в семейной политике, где полноценная семья – это папа, мама, дети. Ведь в процессе деторождения принимают участие как мать, так и отец. Ряд задач по поддержанию семьи и воспитанию детей – это функции отцов. Особенно это чувствуется в многодетных семьях, где роль отца – базовая основа большой семьи. Напомним, что день отца празднуется и в других странах. В большинстве это третье воскресенье июня. Ксения Валаханович. Бывают папы разные. Бывают папы разные, на выдумке гораздые, усами щекотучие и звонко-хохотучие. Бывают папы разные – лесные, скалолазные, бесстрашные, могучие и зайчиком скакучие. Задирые мечтатели, подушками кидатели, с моторчиком, секретиком и с водным пистолетиком. Бывают папы рослыми, но не бывают взрослыми. И детство получается, у папы не кончается. А самым лучшим подарком для пап будет открытка, которую дети смогут сделать своими руками. Для изготовления шедевра художественного искусства вам будут необходимы краски. Желательно использовать пальчиковые краски. Лист белой бумаги, клей и небольшой кусочек декоративной или цветной бумаги. Можно картон, черный маркер, ну и, соответственно, две детские ладошки. Итак, первым делом нарисуем лицо и прическу папы. Для этого на пальчики ребенка наносим темную краску, а на саму ладошку – бежевую краску. Делаем отпечаток в верхней части листа бумаги. Теперь нужно нарисовать тело, руки и брюки. Красим ладошку в яркий цвет, а пальчики – в другой цвет. Прикладываем ладошку так, чтобы она соединилась с первым отпечатком, но пальчики при этом смотрели в противоположную сторону. Из цветной бумаги или картона вырезаем галстук. Можно вырезать и бабочку, если хотите сделать образ папы более праздничным. Галстук можно красить нарисованными узорами при помощи обыкновенного маркера. Приклеиваем галстук к рисунку. Рисуем лицо папы. Открытка для папы – это отличный и запоминающийся презент, который остается не только на полочке или в рамке, но и в сердце. Спасибо за внимание!